Никто не любит убираться на чердаке, но что если я скажу, что вы можете найти там ценные вещи? Я не о предметах, которые несут сентиментальную ценность, а о тех, что вы сможете продать за сотни или даже тысячи долларов. Давайте сотрём пыль с коробок и посмотрим, что мы сможем выкопать. Пункт первый — это комиксы. Если вы фанат комиксов, вы вряд ли забудете их на чердаке. Но, возможно, там хранится коллекция ваших родителей, о которой вы не в курсе. В 2014 году на аукционе за первый комикс, в котором появился Супермен, выручили 3 207 852 доллара. Я предполагаю, что после аукциона Супермен стал любимым супергероем продавца. Чтобы понять, насколько комикс ценный, обратитесь к интернету. На чердаках и в подвалах валяется много разной техники. От старого радиоприемника до электронного музыкального оборудования. Например, старые пишущие машинки таких марок, как Ремингтон или Гермес, могут стоить сотни долларов. Цена зависит от модели, состояния и цвета. Такие цвета, как бирюзовый или розовый, встречаются редко, поэтому они хорошо влияют на цену. Оранжевая машинка Гермес 1969 года была продана на eBay за 750 долларов. Допустим, вы нашли старую пару колонок или усилитель и думаете, что они никому не нужны. Однако есть люди, готовые заплатить сотни долларов за эти вещи, если они винтажные. Винтажный микрофон Sennheiser был продан почти за 160 долларов, и он даже не работал. Старые пленочные фотоаппараты тоже могут вас обогатить. Если в комплекте с ними есть объективы, сумка со штативом или другие аксессуары, еще лучше. М6 Лейка с коробкой продается примерно за 5000 долларов. Три, два, один, улыбочку! Игровые приставки игры 80-х годов неплохо ценятся, особенно если это неиспользованные или редкие издания. Например, нераспечатанная копия игры Super Mario Bros. 1985 года была продана на аукционе за 114 тысяч долларов. Кто бы мог подумать. Номер 6. Виниловые пластинки. Коллекционеры винила и меломаны на многое готовы ради пластинок, особенно если они редкие и находятся в хорошем состоянии. У вас есть все шансы подзаработать, если семейный архив пластинок 60-х годов сохранился в хорошей форме. Не только технологические вещи приносят прибыль. Есть много, на первый взгляд, неожиданных вещей, которые можно продать. Яркий пример – куклы. Возможно, вы давно потеряли интерес к своим старым игрушкам. Ну а давайте вернемся в прошлое. Коллекционеры готовы отдать большие деньги за подходящую куклу. Так, оригинальная Барби 1959 года была продана на аукционе за 27 тысяч 450 долларов. Но, конечно, это исключение. За кукол Американ Герл или их разновидности можно выручить около 400 долларов. Если вы пока не нашли у себя ничего из этого списка, не спешите расстраиваться. Коллекционные карточки в целом очень популярны. Начнем с покемонов. Карта с Черезардом из первого издания была продана примерно за 350 тысяч долларов. Счастливому обладателю нет необходимости ловить их всех. В вашей коллекции нет Черезардов? Что ж, карточки с Пикачу и другими покемонами тоже стоят денег. Но не все они одинаково ценны, даже если относятся к первому изданию. За Хорси, например, вы получите всего около 300 долларов. А еще обратите внимание на бейсбольные карточки и карточки Magic the Gartering. Они также различаются по состоянию и редкости. А как насчет обуви? Если вам повезет, то кроссовки из недр шкафа помогут пополнить ваш банковский счет. В качестве примера можно привести Air Jordans. Первые кроссовки, разработанные для Майкла Джордана, были выпущены в середине 1980-х годов. Если вы найдете одну из этих пар, то в зависимости от модели и состояния, она может стоить сотни или тысячи долларов. А пара кроссовок Nike 1972 года, известных как «Лунная обувь», была продана за рекордные 437 тысяч 500 долларов. А теперь о вещах, которые вы можете найти в доме своих бабушек и дедушек. Это изделия из муранского стекла. Разноцветные стеклянные предметы ценны тем, что они сделаны вручную и привезены из Италии. Когда-то они были популярными сувенирами. Предметы повседневного использования, такие как пепельницы и вазы для конфет, могут стоить пару сотен долларов. А скульптуры от нескольких сотен до нескольких тысяч. Номер 11 – это почтовые марки. В то время, когда их покупали, они стоили меньше доллара. Но сейчас за правильную марку можно выручить огромную сумму. Одна марка 1849 года была продана за 99100 долларов. Считайте, что вы нашли золотую жилу, если у вас сохранились старинные ковры. За турецкие или персидские ковры высокого качества и мастерства, которые принадлежали вашим бабушкам и дедушкам, можно выручить сотни долларов. А один ковер был продан почти за 34 миллиона долларов. Мебель середины прошлого века пользуется спросом. Та, что была выпущена между 1933 и 1965 годами, стоит особенно дорого. Возможно, вам не нужен старый диван, но кому-то он точно придется по душе. Дизайн середины 20-го сейчас в тренде. Мебель, декор и предметы искусства – все это имеет ценность, даже если кажется вам устаревшим. Как насчет фигурок? Фигурки 80-х годов отлично продаются. Фигурки и игровые наборы He-Man и Master of the Universe – одни из самых ценных. Если вы готовы распрощаться с ними и заработать лишние баксы, вам будет приятно узнать, что игровой набор Этерния 1986 года был продан на eBay более чем за 7 тысяч долларов. Первое издание книг, как вы можете догадаться, тоже довольно ценно. Некоторые из них продаются за миллион долларов. Конечно, это скорее исключение, но советуем вам внимательно изучить свои старые книги, прежде чем избавляться от них. Кстати, в 2015 году один человек в США решил избавиться от старого компьютера. Один нюанс – это был суперредкий компьютер Apple первого поколения. Он стоил 200 тысяч долларов. Да, слишком ценный, чтобы быть утилизированным. Это был один из 200 оригинальных компьютеров Apple One, созданных Стивом Возником в 1976 году. Человек нашел этот компьютер вместе с кучей другой старой техники во время уборки в гараже и сдал все это на переработку. Затем компания по утилизации отходов продала компьютер в музей. Интересно, что компания разыскивает человека, пожертвовавшего компьютер, поскольку он не оставил никаких контактов и не попросил квитанцию. Этого таинственного человека ждет чек на 100 тысяч долларов. Один из пользователей Reddit рассказал, что нашел чуть более 200 граммов золотого порошка во время уборки чердака своего деда. Иногда ценные вещи остаются нетронутыми. Как вы думаете, плакаты тоже имеют ценность? Да, ценность плаката зависит от того, насколько он известен и, конечно, от того, как много он значит для людей. Оригинальный постер фильма «Волшебник страны Оз» в хорошем состоянии был продан за 108 тысяч долларов в 2019 году. Разноцветная посуда Pyrex середины 20 века – фаворит любителей винтажа. Если у вас есть непрозрачные стаканы для газированной воды пастельных тонов с интересными узорами, вам повезло, особенно если рисунок не поцарапан. Святой Грааль мира Pyrex – это стаканы с мотивом «Счастливая любовь». Они выпускались только в 1959 году, поэтому могут стоить тысячи долларов. Другие интересные предметы – ланчбоксы и термосы, которыми пользовались школьники в 50-х и 60-х годах прошлого века. На них обычно изображены красочные персонажи мультфильмов, герои телешоу или известные группы. Например, ланчбокс на тему джетсонов и подходящий термос были проданы на eBay за 1650 долларов. Мы привыкли проверять время на телефонах или смарт-часах, но так было не всегда. Если у вас есть небольшие настенные или настольные часы 30-х или 40-х годов прошлого века, вы можете продать их за тысячи долларов. Ну что, как насчет генеральной уборки в выходные? И если вам повезет, вы готовы продать редкую находку или скорее сохраните ее на память?